Здравствуйте, я Лилия Игликова. О проекте строительства в Казахстане турецкого завода по производству бронированных колесных машин. Говорим с экономическим обозревателем, общественным деятелем Денисом Кривошеевым. Денис, здравствуйте. Добрый день или добрый вечер. Кто когда будет смотреть, очень рад вас видеть. Взаимно. И сразу с вопроса. По техническому оснащению вооруженные силы Казахстана взаимодействуют с иностранными партнерами сразу по нескольким направлениям. Это и покупка и продажа вооружений, это и подготовка специалистов, это и лицензионная сборка. Почему же тогда, по вашему мнению, именно турецкая бронированная машина «Арма 8х8» производства компании «Отокар» получила скандальную известность в последнее время? Ну, я так понимаю, что кто-то начал эту компанию по дискредитации казахстанского производителя, распространил информацию об полевых испытаниях, которая была, в общем-то, не для широкого круга пользователей. Более того, вышло несколько десятков материалов, целью которых была прямая дискредитация именно отечественного производителя. И в разных сними от разных блогеров с одной только целью показать, что мы не способны производить качественную продукцию, есть только одну есть. И параллельно шли, так скажем, другие сигналы о том, что вот есть корпорация турецкая, которая готова поставлять на рынок Казахстана, так скажем, хорошую технику. Ну, во всяком случае, так утверждалась в источниках. Атака была действительно нешуточная. Я, хочу сказать, даже в первый момент не поверю, что такое еще возможно в Казахстане, чтобы так вот все дружненько, так все прямо с такими подробностями, с цитатами неназванных источников Министерства обороны. Как будто у нас Министерство обороны, не Министерство обороны, а это, так скажем, клуб по интересам, с неназванных специалистов в области вооружения. Я, кстати, тоже не являюсь специалистом в области военной техники. Более того, я даже не пытаюсь рассуждать по этому поводу. Я рассуждаю, исходя из законодательства, как всегда дается преимущество отечественному производителю. Б, я вижу второе, что мы должны поддерживать отечественное производительство. Я знаю, был на заводе, видел уровень локализации, видел уровень, скажем, инженерной мысли отечественных предпринимателей, которые работают в военной промышленности. И могу с уверенностью сказать, что большая часть озвученных доводов была не совсем, будем мягко говорить, корректна. Почему именно сейчас все-таки? Ведь сотрудничество с компанией «Отокар» продолжается уже на протяжении многих лет. Вот упоминание от 2013 года закупленной бронемашины турецкой компании «Отокар». Отмечается качество этой продукции. Ну, вопрос же стоит в том, что, во-первых, там все совпало с поездкой президента страны в Турции. Вы знаете, да, что все визиты международные, государственные, это всегда, я об этом пишу у себя в материале, в котором все, в общем-то, я понимаю, началось, они связаны с торговыми отношениями между странами в первую очередь. Ты мне, я тебе. Ты здесь уступаешь, но покупаешь это. А вот здесь я уступаю, но покупаю это. В целом это такой очень интересный предмет торга. И вот параллельно идет вопрос о закупе бюджетной, о закупе техники по следующему гособоронзаказу, который вот сейчас формируется, потому что предыдущий гособоронзаказ, насколько я знаю, еще черненько слышал. Это очень исчерпан. Поэтому все вверхится вокруг желания продавать Министерству обороны технику. Мониторим информационное пространство и находим явное противостояние сторонников и противников строительства турецкого завода. Вот информация, предоставленная изданием «Спутник». По данным фирмы «Отокар», 24-тонная машина обладает высокой проходимостью, подвижностью, уровнем баллистической и противоаминной защиты, соответствует стандартам НАТО. И еще много очень хвалебных отзывов в адрес «Арма-8 на 8». Другие издания проводят сравнительную характеристику с аналогичными машинами российского и казахстанского производства, которые и дешевле, во-первых, не уступают по качеству, и третий очень важный, по моему мнению, момент – то, что все-таки наша система подготовлена к ремонту и использованию именно таких машин. Вынужден согласиться с вами. Более того, очень важно посмотреть то, как предлагает турецкая сторона с нами сотрудничать. Я не просто так привожу пример, что турки всегда достаточно осторожны в своих инвестициях в Казахстан и всегда 10 раз подумав, создают такие условия, в которых мы не всегда оказываемся в выгоде. И последний тому пример, я не раз вам это прислал, это аэропорт Алматы. Я жду очень серьезных последствий от покупки ТАВом алматинского аэропорта, и они будут, то есть, понятно, лет через 5-7. То же самое касается и здесь. Больше того, мы находимся в состоянии постоянного заблуждения. Еще раз говорю, я не специалист в области техники. Я всегда говорю о том, что я смотрю на цифры, и вы это знаете, я всегда говорю о цифрах. И поэтому, когда вот этот весь начался поток друг друга обливания грязью, я нашел этот вот достаточно несекретный документ о том, какой бизнес-план турки предлагают использовать на территории Республики Казахстан. Сделал из него кое-какие выжимки. И, например, самым главным для меня является, что они продают нам, предлагают продавать нам пустые машины. То есть, все опции нужно будет довесить. Более того, в стоимости контракта не учитаны налоги и сборы, которые должны сопровождать все это. А в-третьих, это мы говорим о покупке в рамках контракта с строительством завода. Там поездка 80 машин нужно будет просто купить для того, чтобы турецкая сторона подумала начать строить предприятия. Плюс это лицензионный сбор, плюс это техническое обслуживание, формирование технического обслуживания и так далее, и так далее, и так далее. И поверьте, если я не владею до конца цифрами, насколько я понимаю экономику, речь идет о двукратном удорожании первоначальных цифр по сравнению с отечественными, в том числе отечественным аналогом, который, на мой взгляд, мой личный взгляд, необходимо поддерживать ввиду того, что это достаточно серьезная инженерная мысль на заводе. Мы одни из немногих, кто смогли разработать Казахстан и Казахстанские предприятия, конечно. Одни из немногих, кто смог разработать собственную боевую башню, вот этот вот боевой модуль, который надевает сверху. Самая машина колесная, она ничего не стоит без боевого модуля. Ну вот вроде как боевой модуль, очень хороший, по мнению специалистов, которые дают оценки. А строительство завода, это такая условная перспектива, вот как Балушкин в свое время нам обещал свое завод построить, и так и не построил, вполне возможно, что после определенных условий они бы точно так же это сделали. Более того, уровень локализации, который предлагают турки, исходя из собственного бизнес-плана, очень низкий. Огромное количество деталей будет привозиться, это, по сути, будет военная, но СПД, да, вполне себе военная СПД. И я не думаю, что мы должны заключать кабальный контракт с компанией, а он на самом деле, исходя из экономических показателей, кабальный, ради того, чтобы получать машину условно якобы лучше. Хотя тут вопрос оценки только что. Плюс и очень важный, наверное, что технологии, я вот акцентируясь на технологии, и о любимых словах первого президента, о том, что нужно делать транспорт технологий, то компания Paramount Engineering, Казахстан Paramount Engineering, сделала полноценные транспортные технологии, ей полностью принадлежит весь пакет лицензий, весь пакет, скажем, патентов, связанных с этой машиной. И, соответственно, она на 100% казахстанская, более того, и их собственный КБ очень активно работает по этому поводу. Чего не скажешь о турках, которые обещают передать нам право, вот эти права, и патентные обязательства, связанные с этой машиной, только лет через 8. Тогда, честно сказать, я думаю, что мир вообще уже станет. Вы пишете, согласно бизнес-плану, чтобы начать строить завод по производству боевых машин, компания должна иметь специфические гарантии, а именно стартовый проект от правительства Казахстана в виде 96 БКМ-арма напрямую для обеспечения денежного потока. То есть сначала Казахстан обязуется закупить энное количество машин и только потом приступить к осуществлению проекта. Точно, да, абсолютно верно. Так и есть. И плюс еще один нюанс. Стоимость машины, вы говорите, будет увеличиваться с течением лет. Как, из чего будет складываться эта стоимость? Ну, там я даю расшифровку. В целом, когда происходит локализация, они же будут должны... Она же будет осуществляться за счет кредитных средств. И эти все кредитные средства, это все, так скажем, процессы, они будут включены в цену. Плюс инфляция, плюс там девальвация, все это будет, конечно, учитываться. Однозначно будет учитываться. Потому что огромное количество деталей будет завозиться на территорию РК и не производиться здесь. Чего нельзя сказать о другом предприятии, которое практически на 80% локализовано. Там, по-моему, только двигатели они привозят, что ли, еще что-то там. Не так много. Второе, и очень важное, что компания, вы там, не знаю, будете говорить, она нам будет дорого обходиться, потому что еще и налогов платить не собирается. Согласно тем данным, которые мы именили, исходя из бизнес-плана, который я читал, он дает, предполагает отказ практически от всех видов налогообложения со стороны РК, создав им льготные условия. Ну, слушайте, такой контракт шоколадный, я думаю, я даже сам бы завез какую-нибудь сюда боевую машину колесную и начал бы ее производить, если бы мне купили сразу 90 машин, потом 800 еще законтрактовали, а еще и налоги мне платить, с них не надо было бы, и вообще меня бы все целовали во все разные места. Очень удобно, я тоже так хочу. Правильно ли я вас поняла? Вы хотите донести такую мысль, что сама технология производства машины Арма 8х8 уже не нова, и начиная строительство завода в Казахстане, турецкая страна желает выжать из этого проекта максимум возможностей уже на нашем казахстанском рынке? Ну, это похоже на Ниву. История со сборкой Нивы в Казахстане очень похожа. Потому что, еще раз говорю, никто, это вот как Россия, которая продает С-400 в качестве системы противоракетной обороны, но при этом имеет более совершенные системы для несения боевого дежурства на территории Российской Федерации. Я не думаю, что крупнейшая корпорация КОЧ принесет нам сюда и отдаст новые технологии, настолько новые, что они не устареют через 5 лет. Барректар, вы же сами говорите, БКМ, сами говорите, что еще в 2013 году закупили, то есть технологии уже 8, то есть они уже 8 лет есть в производстве, начали их производить еще раньше, то есть машине уже лет 15, наверное. Насколько она современная, насколько она отвечает стандартам и насколько она должна иметь в таком случае преимущество над отечественным продуктом, для меня большой вопрос. Можно иметь замечание к отечественному продукту и требовать их удаления, требовать его усовершенствования, но это наш отечественный продукт, налоги остаются здесь, люди работают, задействовано огромное количество ресурсов и все остается, грубо говоря, в стране. Ну, по тех случаях, мы на это надеемся. В случае с кочем и с группой, производящей Атаках, ну, у меня большие сомнения, что мы получим от этого какую-то выгоду. Денис, данные бизнес-плана вы опубликовали на своем сайте Кривошеев Live, и у меня такой вопрос, все-таки эта информация не находилась в свободном доступе, откуда она у вас? Спрашиваю вас, предвосхищая вопросы наших читателей о возможном заказном характере этой публикации. То есть ваших читателей не удивляет возможность заказного характера вывышедших десятка статей, которые направлены на дискредитацию отечественного производителя, с публикацией, по сути, ни у кого не имеющихся на руках видео рядом, которое демонстрировало бы, как выходили полевые спитания, не военные, а полевые спитания, обычные полевые спитания, и допросом заинтересованных и не заинтересованных лиц Министерства обороны, дающих характеристику. То есть это читатели никого не волнует. Я так думаю, что после того, как случился вот этот вот факт нападения, в интернете видео, если вы видели, которые я опубликовал, они уже давно гуляют в интернете, они были опубликованы у большого количества блогеров, я ничего нового там не достал, бизнес-план, выдержки из бизнес-плана, они тоже гуляют по интернету. Вопрос стоял в том, в трактовке, в трактовке того, что происходит. Моя задача, как человека, который поддерживает государственность и интересы государственных национального бизнеса, в том, чтобы мы нам не подменяли, у нас и так слишком много проблем с иностранцами, нам не нужны еще одни проблемы через несколько лет и огромные деньги, которые мы потратим на развитие их, точнее, чужого бизнеса. Тогда как вы все-таки объясняете решение правительства Казахстана о вообще возможности подобного строительства завода? Ведь мы еще раз повторяем, предприятия Казахстана заточены, скажем, применим это слово, под ремонт и модернизацию именно российской бронетехники и казахстанской. Я поясню позицию. Первых, правительство, вот видите, вы сделали самый важный вывод, который от вас бы и хотелось получить тем людям, кто стоит за этими сбросами. Вы считаете, что правительство уже приняло решение. На самом деле Атакар бегает с этим бизнес-планом уже несколько лет и я знаю несколько уже министров, которые этот план обсуждали и это не являлось секретом. Вы же сами понимаете, что это не новость. Но создали сейчас такие условия, что якобы строительство завода возможно и на тех условиях как бы, которые предлагает турецкая сторона. Но на самом деле это не так. Пока никто ничего не принял решение и я надеюсь, что после публикации выдержек из плана, бизнес-плана, люди поймут, что нет никакого смысла строительства завода. Это нам очень дорого обойдется. Неоправданно дорого. Тогда уж проще купить какие-то более... Если уж мы не устраиваем нас, если уж мы не хотим покупать казахстанское, что меня, честно сказать, в комментариях социальных сетях удивило, что мы настолько окажется ненавидим собственное производство, что не готовы покупать даже по сути уникальную технику для Казахстана уникальную. Она очень качественная. Она стоит на вооружении азербайджанской, насколько я знаю, армии эта техника и очень хорошо себя показала в конфликте Карабахском конфликте в последнем. Не знаю, мне кажется, что патриотизм он как-то у нас как-то извращен в этом смысле. Поддерживать казахстанское во многом важнее, чем многое другое. Хотелось бы еще озвучить опубликованную вами информацию. За каждую произведенную машину мы на планируемом заводе Казахстан должен будет платить лицензионный платеж в размере 20 тысяч долларов США. А всего будет компания УТКР получать только за интеллектуальную собственность сумму свыше 38 миллионов долларов США. Насколько достоверны эти данные? Смотрите, там же 20 тысяч это только лицензионный сбор, прямой лицензионный сбор. Там же огромное количество патентных сборов. Когда вы машину производите, у нее же есть стоимость, вы закупаете детали, закупаете средства. И я думаю, что если мы говорим о 38 миллионов, где-то 380 тысяч долларов получают 38 на машину, если тысяча машин, насколько я понимаю, планируется 800 машин, где-то 40 тысяч долларов получается на одну машину, это не такие большие, с точки зрения бизнес-процессов, не такие большие деньги на лицензионные выплатежи, 20 тысяч плюс, какие-то дополнительные, получается где-то то, на то и выходит. По проекту, насколько я понял, разговоров, турецкая компания хочет обновить армию почти на 900 единиц боевой техники, вот этого типа. Как раз, например, насколько мы нуждаемся сейчас в СМИ. Еще один нюанс, 800 тысяч долларов США предусмотрено на уплату ежегодного гонорара неизвестному лицу. Это написано в бизнес-плане, я ничего не могу сказать, просто я вытащил эту цитату с бизнес-плана. Понятия не имею, что имеется в виду, просто вот такая история, просто 800 тысяч долларов в год. Хорошо, Денис, еще такой вопрос, как вы считаете, как сочетаются такие обстоятельства, что мы покупаем военную технику у иностранных партнеров, но должны иметь свои военные секреты? Хотя, собственно, о каких военных секретах может идти речь, когда мы видим, что геологоразведкой занимаются иностранные партнеры, когда биолабораторию контролирует Пентагон, то есть я говорю о том, что есть сферы, которые должны охраняться государственной тайной, или я ошибаюсь? В современном мире государственная тайна это такая вещь, больше устрашительная, нежели реальная. Ну вот, например, почему-то никто не задался вопросом, а кто те люди, которые комментировали разбор качества боевой машины казахстанского производства. Это должны быть люди, которые включены. Там есть споры по тому, как они это делают, но в любом случае это должны быть люди, понимающие, включенные в тему, не имеющие отношения к Министерству обороны. Бизнес-планы это, господи, бизнес-планов тысячи. Их можно принимать, это еще не является бесстрастным секретом, потому что мы его не подписали, и мы еще даже, может быть, скажем, мы не можем надеяться на это, что никаких дальнейших действий, как 7 лет, 8 лет мы не предпринимали по строительству предприятия, и еще 108 лет предпринимать не будем, будем строить свое. А вот этот вот, так скажем, выбросы информации, это уже неприятности, мягко скажем, и во многом не кажется какая-то какой-то дисбаланс внутри силового блока и производственного блока казахстанского. Я думаю, что это просто недопонимание определенных групп. Спасибо вам за интервью. Спасибо, что пригласили, и спасибо нашим слушателям и читателям и тех, кто смотрит, за то, что интересуются эти вопросы.